Действительно уже Дмитрий Петрович вспоминал, это коллизия в законодательстве. У нас сегодня есть закон о защите прав потребителей, который предусматривает широкие полномочия для общественных организаций в плане того же потребительского тестирования и прочего. Но, к сожалению, есть другой закон про державный контроль и нагляд, который предусматривает, что по жалобам потребительских организаций ни один орган не пойдет на проверки, имея протоколы испытаний из официальных аккредитованных лабораторий. Таким образом, наш законодатель существенно суживает наши конституционные права. Вот сейчас недавно вышел закон про безопасность и качество харчовой продукции, в котором предусмотрено, что по плановым проверкам по безопасности пищевой продукции попередживать субъекта господарской деятельности не нужно. К сожалению, опять у нас доминирует закон про державный контроль и нагляд, который четко говорит, только после уведомления, за 10 дней. В Европе уже давно отменили эту норму, и Европейский Союз уже сточил административное влияние на развитие рынка. Сегодня бизнес ведет себя очень агрессивно по отношению к потребителю. Но мы говорим бизнес, подразумевая именно самый низкосортный и нецивилизованный сегмент рынка. Социально безответственный. Социально безответственный. Мы говорим именно о торговле. Потому что наш производитель сегодня, который старается и выпускать продукцию по ДСТУ, и соответствовать техническим регламентам, и пытается выйти на европейский рынок, он не может конкурировать с вот этим доморощенным бизнесом, который вышел с базара, и который сегодня не то что не уважает права потребителей, ему начкать вообще на здоровье и безопасность этих потребителей. Вот, к сожалению, этот бизнес у нас сегодня процветает. Этот бизнес формирует огромнейшее число общественных организаций, которые сегодня, вот если вы посмотрите общественный совет при госпотребслужбе, то практически захвачено рейдерским захватом этот общественный совет, что дает возможность влиять на этот орган при исполнении государственной политики, при реализации государственной политики в области защиты прав потребителей. Это не голословные слова. Например, на одном из недавних заседаний комитета по защите прав потребителей, куда набилось практически все бизнес-сообщество этой громадской рады, по инициативе заинтересованной ассоциации, связанной с Чучуно-Полиньем, был ликвидирован комитет по борьбе с вживанием Чучуновых вырубив, как недоцильно и функционально. И это происходит повсеместно. Сегодня, к сожалению, эта многострадальная Держпродспоживслужба, которая работает там почти год, столкнулась с тем, что ее полностью поставили под контроль. Не то, что Министерство аграрной политики, не то, что Министерство экономического развития, даже государственной регуляторной службы. То есть сегодня эта служба вынуждена согласовывать свои разрешения по конкретным жалобам потребителей с государственной регуляторной службой и с министерствами. Ну, я смысла не вижу в этом, потому что не может ущемление конституционных прав граждан согласовываться с представителями рынка. Понимаете, это один нюанс. Второй нюанс – это сама работа Госпотребслужбы. Опять же заложен неправильный алгоритм, неправильная политика. Опять занимается этот орган стяжательством наполнением бюджета. Ну, вот, например, по недавно оглашенной статистике, за 8 месяцев работы 2016 года Госпотребслужба получила 9 тысяч жалоб потребителей. Это практически в три раза меньше, чем раньше получала Госпотребинспекция жалоб от потребителей. Что было предпринято по этим жалобам? Взыска на штрафов с бизнеса на 9 миллионов гривен. А потребителям вернули только 3 миллиона гривен. Мы говорим о том, что орган существует только ради того, чтобы наполнять бюджет. Это, ну, хидно, практика и неправильная политика. Предыдущие органы, та же Госпотребинспекция, тоже Госпотребстандарт, именно на этом и погорели, что их задача не должна быть наполнение бюджета, особенно в условиях кризиса, а должна быть защита прав потребителей. Вот, например, сегодня упоминалось, что потребитель – король рынка. Простая статистика. В Евросоюзе 57% валового внутреннего продукта Евросоюза наполняется за счет потребительских расходов. И мы не говорим о том, что у них нет проблем. У них тоже есть проблемы в разных сегментах. Например, вот буквально в Дании на прошлой неделе провели экспертизу. Оказалось, что отдельные электросчетчики для домохозяйств насчитывают на 582% больше потребленной энергии, чем реально потребитель потребил. То есть есть такие сегменты. Но у них внедрены механизмы досудебного решения споров. Например, вот как на рынке энергетики – это омбудсмен по энерговопросам. То есть законом предусмотрено, что потребитель может пожаловаться этому омбудсмену и получить защиту от него. И все расходы по рассмотрению жалобы, и неважно, является она правомерной, неправомерной, ложатся на поставщика услуги. Мы сегодня говорим, что у нас рынок монополизирован на 40%, в отдельных сегментах – до 60%. Это рынки, которые не дают, вот мы говорили, энергосоставляющие, энергопоставляющие компании, где потребителю защитить себя практически невозможно в борьбе с монополистом. Какие выходы? Но, к сожалению, выходы есть. Европейская практика, как-то запуск рыночного надзора, который у нас, в принципе, действует с 2007 года, но эффективности от него ноль, потому что государство на рыночный надзор деньги не выделяет. Других источников финансирования для этого вида надзора нет. И та же государственная регуляторная служба, запровадживающая очередной мораторий на проверке бизнеса, почему-то не сказала, что рыночный надзор не является проверкой бизнеса. И вот сейчас кулуарно пытаются сделать разъяснение, что оправдать бездействие органов рыночного надзора за последние три года тем, что дадут разъяснение, что вы все-таки могли работать. Но, опять же, этот механизм не работает из-за отсутствия финансирования. Страхование ответственности продавца и производителя тоже действенный рыночный метод, но, как мы слышали сегодня по сегменту страхования, у нас очень плачевные выплаты, и вообще общение со страховыми компаниями. То есть для Украины он тоже на сегодняшний день перечасный. Как мы видим, было бы правильно введение механизмов досудебного решения споров через введение омбудсменов. Кстати, это не новость для Украины. У бизнеса есть свой бизнес-омбудсмен, он работает при Кабмине. У бизнеса есть своя государственная регуляторная служба, которая защищает интересы бизнеса. Есть совет предпринимателей при Кабмине. То есть бизнес вооружен и защищен. Потребители из-за того, что они разношерстные, бросаются в пучину проблем только когда их права нарушены, а до этого считают, что нет смысла участвовать в общественных организациях, принимать участие, где-то еще. Меня это не коснется проблема. К сожалению, у нас уровень вовлечения общественности в общественное движение, граждан общественное движение очень низкий, порядка 18%. Население принимает участие в работе хотя бы одной, как минимум, общественной организации. То есть все-таки аморфность и нежелание потребителей отстаивать активно свои права приводят к тому, что вот сегодня мы имеем ситуацию, когда по отдельным сегментам рынка уровень фальсификации и обмана потребителей переваливает за 80%. Мы недавно провели исследование по рынку фасованного цемента. Именно больше 80% этой продукции фальсификат и контрафакт. А из этого мы покупаем потом жилье, из этого цемента мы делаем себе ремонт, потом имеем техногенные катастрофы и прочее. Мы проверяли рынок горючо-смазочных материалов, при том, что на этом рынке 85% продукции импортируется, мы вскрыли схемы манипуляции, выдачи липовых документов, проинформировали про это Службу безопасности Украины. По итогу эти коррупционные схемы были просто перераспределены с участием новых игроков. Опять же, рынок газа, то, что сегодня для всех болезненно. Как оказалось, в Украине счетчики, даже если и ставят, но они считают просто кубические метры. Никто не говорит о том, что надо учитывать энергетическую ценность газа. В Европе уже давно перешли. Ну как вы можете вскипятить литр воды за 100 гривен и за 200 гривен? Вы же не определите на глаз или на вкус или на запах качества газа. То есть мы должны перейти, если мы учитываем энергоресурсы, то тогда в их энергетической ценности. То есть проблем очень много, но, к сожалению, когда в руководстве страны стоят выходцы с рынка, даже не с рынка, а с базара, скажем так, то это катастрофа для государства и для экономики. И как сказал один из общественных активистов недавно, что предыдущие Донецкие строили тюрьму, то нынешние Винницкие строят базар. Вот именно базар мы сегодня имеем в самом худшем его проявлении.